Диспетчер на тревожное сообщение реагирует моментально. На место отправляет бригаду специалистов, а пока просят звонившего не терять время, открыть окна в подъезде, не пускать посторонних и ни в коем случае не курить. Спустя считанные минуты газовщики на месте исследуют место возможной утечки газа. В подъезде обнаружена загазованность 0,4%. Специалистам МОЗ «Облгаза» предстоит обнаружить, локализовать и ликвидировать место условной утечки. На подмогу уже спешат полицейские, пожарные и спасатели. Скорая помощь тоже на готове. Пока одни работают в подъезде, другие разворачивают воздухонагнетатель. Требуется интенсивная вентиляция помещения. Визуально ничего не обнаружено, ручки на плите закрыты. Специалисты перекрывают газовый стояк в подъезде. В квартире, из которой шел запах газа, эвакуируют пострадавшего. Помогают спасатели и пожарные. Поставленные задачи выполнены. Бригады отработали достойно. На оценку 5. Вовремя приехала и полиция, и МЧС, и врачи, и пожарные. Соответственно, показали себе хороший результат. В ходе учений сотрудники МОЗ «Облгаза» и экстренных служб округа отработали сразу две легенды. Повторой запах газа ощущался в подвале. Здесь задачи те же, условия другие. Сначала необходимо найти источник утечки. Загазованность 0.4. Продолжение. Источником запаха газа в подвале оказались два баллона с пропаном. Без помощи спасателей их не достать. От специалистов требовалось быстро обнаружить утечку газа и локализовать ее, и ликвидировать, соответственно. На что мы сегодня и увидели. Специалисты это показали, свой высокопрофессиональный уровень мастерства. Такие учения МОЗ «Облгаза» и смежных служб проходят ежемесячно. Особое внимание слаженности действий. Не реже специалистам приходится выезжать и на реальные случаи. Не всегда обходятся без жертв. Чаще всего причиной трагедии становится неисправность газового оборудования. Самостоятельно это не поймешь никогда. Поэтому нужно, чтобы приходили специалисты, обслуживали его и разбирались в нем. И давали рекомендации. Соответственно, если вдруг ощущаете запах газа, обязательно звоните 112. К слову, следить за состоянием газового оборудования внутри квартир для собственников не рекомендация, а обязанность. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова